Как его характеристики, что он, конечно, джентльменный рейдинг, это тоже очень. Федор Лапин, один из его подопечных сегодня проиграл, но он надеется на победу Володарчика, потому что столько лет они вместе и, скажу еще раз, уже не первая, не вторая, не третья защита титула. Переполненный дворец спорта, ни одного свободного места, вы слышите, да, реакцию зала, все начинается, друзья. Визуально Григорий помощнее выглядит, конечно. Ну так, мышечная масса, да, но Володарчик, видите, он очень сухой, ну и посмотрите, все мышцы у него, в общем-то, по делу. Мне кажется, тоже идеальная, наверное, такая машина. Они сейчас вдвоем проверяют себя на переднюю руку и выбирают себе дистанцию. Володарчик при всем, при том, видите, он стал подсаживаться, в первых минут он стал подсаживаться. Хочет наукрутировать, подойти чуть поближе, со средней дистанции ударить правой рукой. Все заряжено для этого. Он вызывает Гришу на такой откровенный поединок левой рукой. Но Гриша не пойдет на это, мне кажется. Он готов к длинному бою. Опять-таки, я вспоминаю его последний бой, предпоследний, вернее, с Мастернаком здесь. Помните, он в середине, там было непонятно вообще до середины боя, да, как такие своеобразные качели, висы были. И потом Гриша вдруг неожиданно включил ноги, да, и тем самым он сбил своего соперника с толку и выиграл. Он прекрасно понимает, что здесь нельзя ни от ним эмоциям поддаваться. Смотрите, да, вот Владарчик, видите, вот первый прошел правый прямой. Он подсаживается специально для того, чтобы нанести этот удар. И он никаких движений больше не делает. Смотрите, защита, левая-левая подсадка. Подсадка, да. Его просчитать, ну, можно просчитать его. Ну, да, так чуть-чуть, ну, очень. Ну, некоторые специалисты говорили, что Владарчику, в общем-то, нет смысла драться все 12 раундов в таком близком бою, который может получиться, да? В средней дистанции, да. Это Москва, ну, судьи могут там быть более благословим, хозяйство. Ему надо будет стараться выиграть нокаут. Ну, не знаю. Давайте смотреть. На мой взгляд, Григорьев главное сейчас удается. Он столкнул Владарчика. Владарчик говорит, нет, нет, отступай. Это уже такая маленькая психологическая победа. Да, мы говорили, что поляк человек без нервов, но такого, конечно же, не бывает. И вот надо все-таки заставить его чуть-чуть понервить. Надо заставить чуть-чуть оказаться на своей тарелке, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ With the Ну что ж, посмотрели мы первый раунд, такой очень осторожный. Видели, вы сейчас в замедленном факторе один такой длинный удар Владарчика. Через руку дошел до цели, но, правда, на должное Григория он умеет, в принципе, держать удар, но все равно подпускать на ударную дистанцию, тем более, ну, пускать такие удары нельзя ни в коем случае. Владарчик обладает сильным ударом, он может на кого-то. Григорий контролил, кстати, этот удар, он видел его. Да, самое главное, что он его увидел. Это предполагает, что один боксер бьет, другой получает, и в том числе и терпит. Вот этот удар, который он в первом раунде пропустил справа, он был контролируем, он видел его, ну, клинил, клинил. Пытается Григория перевести вниз, удары в туловище, но там локти Владарчика пока на месте. Выискивает дистанцию такую ударную. Польские болельщики тоже здесь есть в зале, их немало, вы слышите Диабло и Гарло. Поддерживают они Владарчика. Практически первый удар Григория справа на низ. Примеряется. Самое главное, Григорию сейчас не обмениваться ударами, а чуть-чуть постараться обыграться. Вот так, вот левой ручкой на дистанции. Ну, по идее, это и делаем. Да, практически, будем так говорить, получается очень хорошо, неплохо. Вот, и тут же в голову надо перевести левый, защититься после правого. Туловище, обязательно повтор. Ни в коем случае проваливаться. Повторный из левой нельзя бить. Неплохо. Хорошая атака. Вот таким, вот таким рваным темпом и надо с Володарчиком боксировать. И опять затухать, вот, и ждать его атаки. На ногах уходить. Не дать думать, не дать думать. Не дать думать, да. И выводить его из себя, заставить его, да, идти вперед, взрываться, нервничать. Любой промах, он дает неуверенность боксеру. Вот так, вот, спокойно, очень хорошо ушел. Видит, видит, видит все пока другое. Чуть-чуть уезжает. Плохая комбинация, но посмотрите, Володарчик, конечно. Здорово. Здорово, сдвоенный джеб? Нет, пускай. Висеть, висеть на него. Очень хороший раунд. Подходит к концу, великолепно. Такое напряжение витает, да? Без сомнения выгодный раунд. Без сомнения. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрим, забегленный повтор. Вот этот боковой удар Володарчика. И джеб. Григория. Неплохо, да? Будем так говорить, не джеб, но достигающий левый жесткий удар. Да, левый жесткий удар. Просто передней рукой. Да, очень передней рукой. Очень вложил туда туловище. Будем левый жесткий удар. Удар такой ощущений. Григорий нащипал, по-моему, свой ритм. Ни в коем случае не расслабляться. Да, Володарчик может, еще раз повторю, Володарчик может взорваться абсолютно неожиданно. Володарчик! Прекрасно, атака, но не оставаться, ни в коем случае после атаки. Да, рвать дистанцию надо снова. Вот и все. Прекрасная реализация, не давать ему ничего делать в ударчику, вближаться. И вот, я сейчас опять дальше левой рукой. Хорошо. И левая. И тут же снова связан Владимир Артем. Чуть-чуть увлекается. Григорий, чуть-чуть надо ему. Вот и активно провести атаку и тут же уйти как на недосягаемую дистанцию. Ни в коем случае не повторять левой-левой после атаки. Вот так. Прекрасно. Повисеть на вологарчике. Он много тратит сил на это. Разнообразие. Разнообразие. Вот так. К нему близко. Не давать ему работать в средней дистанции. Да, он врезается. Он врезается. Он врезается. Здесь его надо лишать преимущества. Все правильно делает Григорий. Он врезается. Прекрасно. Ушел. От такого права. Придеясь. Я почувствовал некоторую аритмию. Да, в раунде. Предыщий раунд Григорий провел более активно. А сейчас он так вот. Я не скажу, что взял паузу, но он как вот… Нет, он ведет активный, но не дает сопернику ничего делать. Он достигает удары. Видите, Григория достигает и тут же он вяжет его. Не дает боксировать. Вот и все. Это тоже разрешено. Поэтому он молодец. Вот такая аритмия в бою. Тем более в длинном бою. Похоже на то, что все 12 раундов будет выглядеть. Вы знаете, ну я не знаю, что сейчас говорят тренера Григорию. Вот сейчас в данный момент не увлекаться. Чем хорош профессиональный бокс? Вот четыре раунда прошли великолепно. Три из них Григорий выиграл. Вот сейчас четвертый раунд, будем так говорить, надо сейчас сбавить обороты. Постоять или подвигаться от дальней дистанции. Вот мы вложим статистику, да? Вот показали статистику. Чуть-чуть больше лучше у Григория. Ну это независимая статистика совершенно. У боковых судей свой взгляд на все это. Вот сейчас надо чуть-чуть отпустить ситуацию, не дать себя ударить и подвигаться. Ни в коем случае не входить в обмен. Огромное напряжение такое висит в зале. Даже несмотря на этот барабан, который по большому счету мешает, но... Но... Чтобы вы не говорили, о пятнице нельзя для Григория. Когда он поддавливает, когда дается... Нет, я что-то говорю, что пятница. Дело в том, что вот такой вот... Оперативный постоль нельзя отдавать. Это понятно. Но он не должен давать ему работать. Просто повисеть на нем. Как бы самому отдохнуть и не дать развиться атаку Володарчику. Сбить Володарчика будем так вот с его основного клинка. Не дать ему не работать, но и в то же время не дать ему не атаковать, не защищаться. Вот повисеть вот так вот. Вывести его из себя. Из себя, да, чуть-чуть. Это психологический барьер. Видите, он уже начинает плеваться. В этом бою психологии очень много. Очень. Все зависит от психологии. Как он себя будет вести. Будет нервничать, значит больше тратит энергии. И будет что-то не получать. Вот, хорошо. Лишь бы еще вот в этих ситуациях не было столкновения. Не было расследований. Не по всей, все. Быстро ведет время. Заканчивается уже четвертая рома. Нельзя оставаться на этой дистанции. Поэтому я говорю, что он должен не давать ему не работать, ничего. Он должен врезаться в него и стоять. Выводить его из терпения. Концентрация, полная концентрация. Неплохо ушел от удара вниз, но остановился. Большие паузы, большие паузы. Красное паузы, большие паузы, большие паузы, большие паузы. Продолжение следует... 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 Ручки повыше. Ручки повыше. Прямой удар. На излёте этот удар поможет. Не хотелось бы. Повисеть. Вот сейчас подвигаться. 10 секунд подвигаться. И раунд за нами еще один. Хорошо. И добить. orto Прямой удар. Прямой удар. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот здорово. За ним. И завязал. Все очень хорошо. Хладнокровие, хладнокровие, еще раз хладнокровие. Молодец. Очень хорошо. И полковой справа. Не увлекаться. Только не увлекаться. Но он переигрывает явно в этом раунде. Конечно. Вот так. Ноги, ноги. Отлично, Григорий. Здорово. Молодец. Вот так вот. Держать вот такую, такую, такую напряжение, напряжение. Постоянно, да, опережает. Смотрите. Какой тайминг. Здорово. Не увлекаться, не увлекаться. Это уже было в прошлом бою. И уже 10-8. Вот это конек Григория, ребята, посмотрите. Он стоит против и далеко, и в общем рядом. И все у него получается. И он видит атаку молодальщика. Молодальщик нервничает. У него не получается, он нервничает. Отличный раунд. Молодец, Григорий. Просто здорово. Прекрасно. Ну вот, вы видели, да, был отчитан нокдаун. Действительно, Владарчик сознательно встал на колено. Но как бы ни было, это 10-8 в этом раунде. Нокдаун, значит, 10-8 в этом раунде. И нам скажут счет после 8-ми раундов. Мы сейчас это услышим. Да. Надо подождать минутку. Вон идет под счет, и мы смотрим. Да, мы смотрим повтор, да. А вот здесь повтор. Смотрите, какой великолепный удар. Вот оно. После 8-го раунда счет шутки из-за кисок. Итак, давайте послушаем. Ну что ж, разрыв растет, друзья. Это вселяет нас большие надежды. Но впереди еще 4 раунда. Не будем забывать, ни в коем случае нельзя обольщаться. Пока. И тем более расслабляться. Не в коем случае. Хорошо, хорошо, хорошо. Не заигрываться. Только не заигрываться. Здорово. И завязал. Молодец. По-моему, уже было, да, что вяжется. Да, похоже. Накапливается, да, сумма ударов, наверное. Килограммы накапливается. Не встречен вариант. Хорошо ушел, а. Все видит Григорий. Молодец. Левая ручка. Левая ручка. Левая, левая. Чаще левая. И только не валится туда. Не отпускать. Не проваливаться. Олег Александрович, мы ботин голос говорим. Не отпускать, но в то же время и не проваливаться. Не проваливаться ни в коем случае. Ни в коем случае. Он вот что-то выжидает. Глазарчик очень опасный. Обратите внимание, вот большая пауза без ударов. Но она эффект такой-то, как же, прикольный. Ну да, все равно он прессингурит, да, при этом. Но Ладарчик до последней секунды опасен остается. Все пока, фу-фу-фу, идет под контролем Григория. И опять мы видим низко такой рваный темп, да, в этом раунде. Чуть-чуть. Не паузу взял, но... О, здорово, здорово. Ушел в канату Ладарчик, как сознательно это сделал. Он его заманивает. Заманивает, заманивает, да. Может, дает выработаться, побольше ударов принять на себя. Не будем забывать, впереди поздний чемпионский раунд. Ладарчик, я думаю, в панике. Размотался. Кластырь на перчатке Ладарчика. Небольшая пауза. Кому она на пользу? Думаю, Володарчику. Наверное, Володарчику, потому что Григорий поймал свой темп, свой ритм. Свою дистанцию самое главное. Да, и не хочется терять вот этот ритм боя. Рассечение Володарчика. На носу, по-моему, да? Нет, на крайне. Ну да, в брови и носу, да. Она, по-моему, заливает ему глаз. Глаз попадает. Ничего, перчатка на месте. Это жалкие потуги. Она не такая скоростная, что атака получается у него. И она хорошо читается, Григорий. Девятый раунд позади. Начинаются чемпионские. Но волнение меня не покидает. Я вот никак не могу расслабиться, друзья. Ничего не могу с собой поделать, извините. Поэтому, может быть, не столь я чёток в комментарии сегодняшний. Ну, что поделать? Всё поделаю. Ну, да, и сидит. Великолепно. Ибо. Здесь перчатка была на месте Владарчика после джеба. На левый прямой очень хороший ходит всегда. Молодец. Причём они силовые, да, почти всегда? И сейчас раунд. Владарчик знает прекрасный счёт. Знает, что он проигрывает как минимум 5 очков. Осталось 3 раунда. Руки повыше, руки повыше. Не увлекаться. Не увлекаться левой-левой. Не надо этого делать. Сейчас раунды пошли на счёт. Ни в коем случае. Вот так. Сейчас надо просто не давать шиньи. Не давать работать. Всё. Счёт устраивает. Разница в очках устраивает Григория. Нельзя, конечно, совсем уходить в пассивный бой. Ну, вот так. Вот приблизительно. Вот так отвести. Но ни в коем случае на дистанции не оставаться. Владарчик ещё силён. И удар у него есть, друзья. Не будем забывать. Вот и над бровью появилось рассечение у поля там. И всё это левой рукой. Грозда. Левой рукой. Левой рукой, да. Да. Да, поединок такой становится очень интересный. Но напряжение очень большое. Григорию надо опять в ни в коем случае руки не опускать. Великолепно. Двигаться, двигаться. Двигаться, двигаться. Ноги, ноги. Ноги у него хорошие. Всегда ещё остались, мне кажется. И немало. Хорошая физическая форма. Это нагнетает на Владарчик панику. Панику, да. Девятый раунд, а он порхает. Десятый? Десятый? Конечно. Виноват. Отлично. Молодец. Прекрасно. Самое главное в этой ситуации, что он видит удары. Чем больше Володарчик будет промазывать, тем больше он устанет. И тем больше будет нервничать. Хорошо. Руки на месте. Молодец, Григорий. Ноги, ноги. Самое главное ноги сейчас включает. Сейчас ноги, да. Приятно смотреть на такой бой. Я думаю, всем телезрителям тоже очень приятно смотреть такой поединок. У нас пауза. У нас пауза. А у барабанщиков нет паузы. Слава богу, они не бьют сейчас барабан. Так, скандируя. Надо поддерживать, конечно, своего боксера. Осторожнее, осторожнее. Ноги, ноги. Двигаться, двигаться. Молодец. Еще больше у Володарчика бровь посекла. Он недоволен. Он недоволен. Он подошел, посмотрел на супервайзера. С какой-то укоризной, не знаю почему. У него глаз потек вообще, смотрите. Да. Очень сильное рассечение. Очень сильное. Григорий здесь великолепно уклоняется и великолепно защищается. Мы видим на пахоре. У Володарчика две сечки. Одна нижняя, одна поперечная. Ну что ж, самые чемпионские раунды, друзья. Одиннадцатый, двенадцатый. Держим кулачки. Затаили дыхание. Болеем. Чуть-чуть помахать ему вот сюда. Дистанция, дистанция, Григорий. Только дистанция. И расстреливать левой рукой. Вот сближение прекрасно. Если вот такая тактика еще поддержит Сарауну. Выбросил удар, прилип. Выбросил удар, прилип. Я еще раз повторюсь, может быть, назойливо, но скажу так. Вот что значит тактика ведения боя в профессиональном бою. Хороший флан, да? Хороший флан. Великолепная левая, прямая левая сбоку. Великолепен. Не клеится боевого лагерчика. У него не получается. Пропускает он удар. И снова пропускает. Великолепно. Здорово. Да, неожиданно для лагерчика. Великолепная серия просто. Остановился и выбросил серию. Выбросил руки, да. И просто получилось. Эффектно очень. Вот так. И прилипнет к нему. Ну, начинает разбираться, мне кажется. Минута до конца 11-го раунда. Гриша свежее намного. Все видит, все видит, все читает. Все-таки они со своим тренером Григорий и тренером сделали просто феноменальный поединок. Правильно выбрали подход. Великолепно подошли в форме. И сейчас это видно. 11-й раунд. Володарчик уже, будем так говорить, уже подустал. Последние секунды 11-го раунда. Великолепная серия. Станцовочка. Под удар молотка. Григорий по-прежнему хорош на ногах. Володарчика какие-то претензии. Он чувствует, что будет. Он просто нервничает. Ушел из-под его контроля. Он нервничает. И он не может ничего с собой уже сделать. Вы же смотрите. У него даже на лице появились эмоции. Поэтому сразу видно, что боксер будет в разогрязанном состоянии. Он не ожидал такого поединка. Ну вот, Григорий говорил до боя, что 3-5 лет я получил этот шанс. Я получил шанс драться за звание чемпиона мира. Я сделаю все. Абсолютно сделаю все. И я буду готовиться как сумасшедший. Я буду в ринге таким, как вы меня еще никогда не видели. И вы знаете, вот смотрите. И это не все слова сказать. Это великолепно. Почему он все делает так, настолько грамотно и четко. Сейчас только напор. Напор сдержать первые минуты. И все будет прекрасно. Владарчик пойдет в обанну. В обанну. Только к нему. Только к нему. Повыше руки и к нему. Все. Не надо терять сама блага. Не надо заигрываться. Прекрасно. В позднем раунде и такая скорость. Лички очень здорово готовы. Физически. Просто молодец. Великолепно. Посмотрите, ноги какие светлые. Вы знаете, вот сейчас вот мне кажется, вот Григорий поймал кураж. Да, да. Великолепно. Просто молодец. Уже вот в том раунде, в предыдущем, чувствовали, что он хорош. По ручке повыше и все. Отпустил себя вот в плане нервов. Да, да, да. И уже не отдаст. Я думаю, уже не отдаст бой. Полторы минуты, друзья. Бокс такая штука. Да, тут последние секунды можно все перевернуть. Помните бой Маскаев с Рахманом. Великолепно справа прошла. Прижаться. Секунды идут. Левый прямой, левый сбоку. Просто великолепен. Закручивает. Ножки свежие еще. Молодец. Здорово. Ну, головой Владарчик, по-моему, снова сейчас активен. Нет, они вдвоем там уже бьются. Ну, это уже... Ему это уже не поможет. Молодец, Григорий. С 32 секунды. Ну, вот так, постой, постой, постой. Прекрасно. Сейчас будет гонг, друзья. Поздравляем вас с победой. Друзья, то, о чем так мы все мечтали. Свершилось. Григорий Дрозд шел к этому бою долго, напряженно, волнительно. Не знаю, какие эпитеты еще можно употребить тут, но сделал все. Сделал все, как надо. Владарчик пошел в наш угол. Даже больше того. Молодец. Владарчик, джентльмен, мы уже подчеркивали. Да, он понимает, что он упущен, что пришло время отдать титул, да? Соперник оказался сильнее на этот раз. И все было почестнее. Очень напряженный. Очень, ну, бой, который выматывает нервы, мне кажется. У меня лично их просто не осталось. Психологический, конечно. Психологический бой. 12 раундов. Молодцы. Показали все, что они могли. Тренеры пожимают друг другу руки. Васильев, Лапин, к польскому губу. Молодец, Григорий. Честно говоря, вот я не ожидал, что настолько будет это точно правильно. Убедительно. Нет. Я хотел, я жевал, я верил в него. Но что вот так вот, знаете, досконально продумано и четко все будет исполнено. Мы с вами разговаривали в начале нашей передачи о том, вот, я говорю, надо растить своих тренеров. Шерестов, молодец. Владарчик здесь. Наша позиция благодарит публику. Оказывается, мы можем и имеем своих тренеров, которые могут растить не где-то в Америке, а здесь у нас, в России. 15 лет вместе. Вот и все. Не надо говорить об этом. Все, надо просто смотреть и видеть. Оказывается, у нас есть тренера, которые, может быть, даже лучше могут подготавливать. Итак, Александр Загорский уже держит заветную бумажечку в руках. Я думаю, ему очень приятно будет объявлять сейчас и нам тоже услышать все это. В нейтральном углу рядом с нами постоял Владарчик. Польская команда подошла к нему, поговорили. Но не смог он ничего сделать. Утешили. Ну, какой вечер получился, а, друзья? Какие два разных бойца? Прогонку с Кузбасс, привет! Это для вас! Многим телезрителям тоже было очень приятно наблюдать за этими поединками. И очень приятно было, что наши два боксера выиграли такой матч. Ну что, с каждым шоу, которое с боксерским вечером, профессиональным, которое устраивается в Москве, мы получаем все больше и больше эмоций, мы получаем все больше и больше удовлетворения, радости, в конце концов. И качество в голову, и дальше, я думал, все будет еще лучше. Судья Дан Секорс, 118-109. Джордж Дан Секорс score the bound 18-109. И судьи Мэткалф и Мин Дун единоношно оценили этот бой как 190-108. Даааа, большое преимущество, огромнейшее преимущество. Григорий поцеловал своего тренера и стал новым чемпионом мира! Вы все слышите, друзья? Поздравляем Григория! Его мечта сбылась! Все, что Владарчик аплодирует, молодец, он аплодирует чемпионом, он остается джентльменом до конца. И вот этот советный пояс Игорь Мазуров вручает Григорию Дроздову. Два великолепных боксера показали отличный бой. Друзья, как же мы волновались? Мне кажется, мы сами пробили эту футалу.